Воронеж Воронеж – прекрасный город. Мы хотим вам рассказать о нем в рамках проекта «Воронеж – город для всех». Создан видеогид из 106 роликов, которые рассказывают об архитектурных достопримечательностях нашего города. Все эти ролики адаптированы для людей с нарушением слуха и зрения. В течение целого года мы искали, обобщали, систематизировали информацию о исторических зданиях нашего города и сделали ее доступной и удобной для восприятия. А потом эту информацию передали региональному учебно-ресурсному центру «Доступная среда». А уже на основании созданных роликов составили несколько экскурсионных маршрутов. Также над проектом работали дикторы, звукооператоры, переводчики жестового языка, фотографы, видеомонтажеры, операторы квадрокоптеров. Посмотреть видеоролики может любой желающий, считав смартфоном QR-коды, расположенные на досках, которые висят на самих зданиях. Это уникальный проект, который позволяет узнать историю города любому человеку, несмотря на его ограничения. Проспект Революции Большая Дворянская 18 Управление ЮВЖД 1930-1950 годы Здание управления ЮВЖД было построено по проекту выдающегося воронежского архитектора Николая Троицкого. Строительство было начато весной 1929 года, закончено в 1932 году. В этом же году для управления Московско-Донбасской железной дороги в том же квартале и в том же стиле по проекту Троицкого начинают возводить еще одно здание. В 1934 году сросшиеся дома заняли почти целый квартал. Во время Великой Отечественной войны здания сильно пострадали, уцелели одни стены, наибольшие разрушения коснулись дворовых фасадов. В соответствии с проектным заданием Наркомата путей сообщения, в 1945 году Николаем Троицким был выполнен эскизный проект, в разработке которого активное участие принимал академик архитектуры, один из авторов генерального плана возрождения Воронежа Лев Руднев. На заседании экспертного совета академик архитектуры Алексей Щусев раскритиковал проект Троицкого как чрезмерно скромный и суровый. Щусев посоветовал увязать здание ЮВЖД с архитектуры расположенного во дворе управления Музея изобразительных искусств, памятник Воронежский дворец, барокко, XVIII век. Создавая своеобразную раму этому историческому памятнику. В течение трех дней Троицкий перерабатывает проект, по которому здание получило новый классический облик, выражающий пафос победы над жестоким врагом. Пятиэтажное здание имеет полукруглую угловую часть. Более протяженное со стороны проспекта крыло усложнено ассимметрично расположенной 11-этажной башней и прорезано тремя арками в два этажа. Все элементы декора фасада крыла соответствуют элементам декора художественного музея имени Ивана Крамского, только в более крупном масштабе. Башня украшена колоннадой, часами, завершена шпилем и звездой. Крыло по улице Феоктистого более низкое и короткое. Декор по контрасту с фасадом по проспекту выглядит просто. Вход в здание расположен в полукруглой угловой части. Строительство началось в 1948 году и в основном было завершено в 1952 году. Сохранившийся на пересечении улиц Фредриха Энгельса и Университетская, ныне улица Феоктистого, угол довоенного здания управления дороги с примыкающим к нему фрагментами перестроили в жилой дом. Выступающая вперед башня, ставшая своеобразной эмблемой восстановленного Воронежа, скрывает переход пятиэтажного корпуса по проспекту Революции к четырехэтажной части. На высоте 55 метров. На башне расположены самые большие часы города. Диаметр циферблатов 2 метра 20 сантиметров. Длина стрелок 1 метр 25 сантиметров и 1 метр 15 сантиметров. Высота римских цифр около 30 сантиметров. Часы изготовлены по специальному заказу на заводе «Электросигнал». Установлены в 1956 году. В 1950-х годах именно это здание подтолкнуло первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева на борьбу с излишествами в архитектуре по всей стране. В настоящее время здание ЮВЖД, благодаря своему месту расположения, объему, прекрасно вписанному в характерную для центра города строгую прямоугольную сетку улиц, стало подлинным украшением Воронежа, архитектурным акцентом и силуэтной эмблемой города. В здании располагается управление ЮВЖД. Мы уверены, что создание подобного рода видеогидов в других городах будет способствовать развитию не только внутреннего туризма, но и инклюзивного туризма. Более того, мы готовы помогать командам из других городов создавать такого рода продукты. Воронеж на самом деле уникальный город. Он абсолютно никого не оставил равнодушным. Приезжайте к нам в гости, мы вас ждем. Редактор субтитров А.Семкин